я слышу, я слышу твой голос мы вдаем кто-ли здесь? Расул, я хотел сразу уточнить у Абдул-Халима, он вчерашние вопросы, которые я предоставил, изучил уже, чтобы сегодня их разобрать? Предлагаешь вернуться ко вчерашней теме? Нет, 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 мы вчерашнюю тему закрыли, вчерашнюю тему Джавзи, давай сейчас не занимайся демагогией, давай приступаем к следующему вопросу, то есть вопрос на Сальчера у нас сегодня запланирован. Вчерашний вопрос, я сказал тебе, эта тема, она не входит в рассмотрение тех ученых, о которых ты упоминал, это отдельный вопрос, ты сначала предоставишь в полное распоряжение тех книг, скрины, это отдельно мы разберем потом, мы сейчас не касаемся тех трудов, которые ты там вчера просто перечислил список, об этом мы отдельно поговорим. Я еще раз повторяю, это не предмет нашего разговора, у нас вопрос сегодня стоит на Сальчера. Подожди, Духалим, я отключу тебя, давай скажи теперь ты свое мнение. Расул, я же поставил вопрос маленький, зачем он удлиняет и делает целую лекцию, я вопрос поставил. Он же говорит, что Ибну Таймия, у нас же о Ибну Таймии речь была, причем здесь о таборе Ибну Таймии же речь была, он же обсуждает идеологию Ибну Таймию, то есть взгляд Ибну Таймии, правильно ведь? То есть Ибну Таймия, если верить посланию, говорит, что там разногласия, так не должен ли я доказать, что оно там действительно есть? Зачем он сейчас от тем убегает? Я его спрашиваю. Те ученые, которые до Ибну Таймии сказали, да, есть разногласия, они кафиры, заблудшие или это просто ошибка? Да, нет? Абул Халим Еще раз повторяю, регламент, регламент был озвучен Джавзи, послушайте внимательно, в первую очередь Джавзи. В регламенте было указано, что мы проводим диспут по один день по одному вопросу, регламент был 40 минут, тем не менее, мы вчера провели полтора часа. Вчера в конце, то есть по испечению нашего, Расул, то есть Талдеряков озвучил, сказал, что все, завтра будем рассматривать следующий вопрос. Говори под ним. Подожди, подожди, не надо перебивать, не надо уходить в сторону. Мы сейчас не собираем все эти вопросы, я еще раз повторяю, мы сейчас не занимаемся рассмотрением озвученных тобой вот этих просто слов об ученых. То есть, когда мы завершим диспут по всем, перечисленным мною, всеми вопросам, касающимся воззвучения и блютемии, потом ты предоставишь в распоряжении все те книги, кого ты перечислил, там, Аль-Газали, Аль-Кабари, Аль-Кайровани, Ибн-Ир-Вазира, всех с предоставлением, то есть как четких, ясными скринами, лицевой обложки, тех страниц, где об этом говорится, уже есть на эту тему высказывание знающих братьев о том, что здесь идет попытка подмены понятий. То есть, я убежденно заявляю, никто из этих перечисленных ученых не считал о том, что Аль-Кабари сейчас не в этом. Мы сейчас рассматриваем, касаемо Ибн-Ир-Вазира, давайте не будем уходить от темы. Уже мы 4,5-5 минут уже говорим. Давай, все. Оставляем эту тему, давай вопрос на Сальсюля. Мы приступаем, как вчера запланировали, как Расул в конце озвучил. Расул, было такое озвучение вчера, когда мы прощали. Джоузи, по рекламе время закончилось, давай, если у тебя есть желание продлить, после вот этих семи тем основных, мы продолжим. Да. Расул, давай я... Совершенно... Абдул-Халим, ты сказал, теперь давай я скажу. Расул, вот тебе логический вопрос сможешь задать? Давай. Вот я с тобой сажусь, разговаривать на 7, не 7, а 8 тем. Вот я тебе предлагаю, или один из нас предлагает другому 8 тем, так? Так. Так. Одна из тем, а это убеждение Ибну Таймини, что в вопросе вечности ада есть разногласия. Теперь мы с тобой садимся вот этот взгляд обсуждать, так? Угу. Теперь ты заявляешь, что Ибну Таймини верит в это, как следствие он становится заблудшим. Теперь я говорю, что в этом вопросе есть разногласия до Ибну Таймини. Теперь вопрос. Вот эти свои слова я должен обосновать или нет? Ну, обосновать должен, но у нас регламент закончился. Можно это сделать после? Ты как бы, слово за тобой, как бы мячик на твоей стороне поля, да? Давай этот продолжим после основных вот этих вот наших тем разбор. Просто это может затянуться надолго, и все 8 дней у нас идет на разбор только одного этого вопроса. Потому что там следом появится еще какой-то вопрос, который как бы по цепочке идет и так далее. Мы просто никогда не закончим. Почему появятся другие вопросы? У нас никаких вопросов не должно появиться, кроме вопроса разногласия в исчезновении ада. Ведь он же организует нападки на шаху л-Ислама, что якобы он единственный, кто сказал. То есть тезис Абдул-Халима и все те, кто с ним, да, из джахмитов. Их тезис, что Ибну Таймини единственный, кто сказал о исчезновении ада. Ну, якобы сказал. Это еще вопрос, да? Теперь я, как сторона защиты, доказываю, что он не единственный. И тут он говорит, эта тема не касается. Это же полнейший бред. Я же доказываю, что Ибну Таймини не единственный, кто сказал. Он сейчас говорит, это не входит в регламент. Я сюда пришел... Сколько минут тебе нужно для того, чтобы вот этот тезис сейчас доказать? Мне нужно? Это ему нужно вопрос вообще изучить. Он не знает эту масс-авиа. Причем я. Я вчера пришел, все свои доводы привел. Что хочешь? Вот сейчас что ты хочешь? Чтобы он ответил. Чтобы все имамы... Я хочу, чтобы он ответил. Вот эти все имамы, которые я привел в 10 и также в своем новом ролике вот сегодня. Они все заблудшие? Или это все-таки ичтигад? Он же говорит, что он не знает мнения этих имамов. Ему нужно изучить, а потом уже как... Расул, подожди. Расул, подожди. Я такое не сказал. Подожди. Если он не знает... Раз, два, два, три. Подожди. Вы сейчас обсудили. За меня не надо говорить мне. Давай, обнушли. Давай. Я еще раз говорю. Я заявляю, официально заявляю. Джаузи сам не знает, что говорит. Этот человек занимается сейчас инсинуацией. Первое. Мы договорились, смотри. Первое. Джаузи озвучил регламент. Что один день, один вопрос. И не более 40 минут. Джаузи нарушил и еще продолжает нарушать озвученный им же регламент. Второе. Смотри. Джаузи сказал одно лишнее слово. Подожди, Расул. А Джаузи сказал в ходе регламента одно лишнее слово. Переход на личности. Я отключаю микрофон. Пусть посчитает, что я проиграл. Джаузи говорил. Вот сейчас Джаузи. Прямо. Вот сейчас. Сказал Абдул-Халим. И ему подойдет Джахмит. Он назвал Джахмит. То есть я еще не назвал ни его Джахмитом, ни его, его в шейху ислама, который тоже является Джахмитом, который разделял порочные воззрения Джахмитом в вопросе Фанагумна. Это правильно ты сказал. Джаузи, это замечание тебе. Пожалуйста, без каких-либо ярлыков в адрес оппонента. Мы сейчас обсуждаем воззрения Айбн-Тайми, а не воззрения Абдул-Халима или твои. Секунду, секунду, секунду. А вчера что было, забыли? Вчера что было, забыли? Ну, то, что было, вчера мы же не будем, как бы для нас это не пример. У нас есть правила, которые мы согласны на этих правилах. Разве мы это сделаем, мы будем за это порезать. Секунду. Вчера разве не он перешел на личность первой? Что он сказал? Есть же у нас запись. Если это он сделал, значит ему тоже, как говорится, минус балл. И тебе минус балл. Давайте этот просто в дальнейшем не будем такими вещами заниматься. Сейчас мы переходим к новой теме или что? Или мы будем буксовать дальше? Согласна, я хотел разбирать. Что такое разбирать? То есть от А до Я рассматривать и тему завершать. Тему он не завершил, потому что он не знает эту Мас-Аля. Он не разбирается в ней. Если Мас-Аля не закончено, какие твои предложения? Мы придерживаемся регламента или как? Вот вопрос, по твоему мнению, не завершим, не закрыт. Что мы делаем? Твое предложение. Я предложение, чтобы Абдул-Халим взялся за этот вопрос, пошел учиться. У кого там есть у него авторитет? Поспрашивал, материалы собрал. Я ему дам все ссылки. Я ему книги назвал. Я ему говорю, чтобы он посмотрел, что говорит Ат-Табари, Ат-Табари, Аль-Маварди, Макки, Аль-Кайровани, Ибн Кафир, Ибн-Вазир, Сути, Аль-Манауи, Сафрайни, Аль-Уджайли, Аль-Алуси и ТДП. Когда он изучит... Время закончено. Мы спрашиваем Абдул-Халима. Абдул-Халим, подключись, пожалуйста. Вот такой же вопрос тебе. Ты считаешь, что если вопрос закончен, не раскрыт до конца, что мы делаем в таком случае? Дайте мне сказать. Вы говорите, вот он что-то говорит, что-то перечисляет. Я еще раз повторяю. Я хочу указать на одну особенность. Когда ученые... Он сам вчера признал. Сам Джаузи вчера признал. Да, это мнение ШААЗ. Да, это мнение... Что такое ШААЗ? Это аномальное явление, выходящее из ряда фона. И он сейчас перечисляет имена ученых, которые абсолютно не причастны к тому, к той лжи, которую он на них наговаривает. Почему? Потому что упоминание учеными отклоненных мнений, будь то в этом или других вопросах, это не свидетельствует о том, что ученые считали это правильным. Ученые, Муфассеры и другие, могут в своих трудах упоминать даже мнение по вопросу Мульхиду. Мульхиду безбожнику. Он не с целью сказать, что позиция Мульхиду также имеет право на существование. И в том смысле, что это как бы хиляфу Мульхиду, как он сейчас пытается преподнести. Ни в коем случае. Упоминание, что были такие-то, такие-то, а кто? Были джагмиты. Джагмиты считают и считали о том, что рай и ад исчезли. И внутренне разделял мнение джагмитов на 50%. То есть он не соглашался с ними в вопросе исчезновения рая, но соглашался с ними в вопросе исчезновения ада. То есть есть в вопросе рая и ада три мнения. Мнение первое, это мнение Ахвус Суннаварджава о том, что рай и ад вечный. Второе мнение, мнение джагмитов о том, что рай и ад исчезнут. И третье мнение, мнение таких, как и внутренние, которые разделяли взгляды на половину джагмитов, которые сказали, что рай будет вечен, а джагмитов исчезнет. Поэтому то, что сейчас пытается сделать джагмитов, я расцениваю это, как и в ситуации. Еще раз повторяю, в этих трудах не сказано. И никто из тех, кто перечислил, не говорит о том, что это мнение, вот это мнение якобы о том, что адский агумент исчезнет, оно это хиляф мертабар. То есть принимаемое во внимание разногласия. А никто из них так не говорит. Слово себе, подожди, это ты говоришь, ты сейчас возводишь к кревету, ложь на этих имамов. То, что эти ученые, Ак-Табар и другие, кого ты перечислил, алтайровали и так далее. То, что ас-салаби перечисляют мнение джагмитов, что вот таких-то порочных вложений придерживались. Это еще не говорит о том, что они разделяли эту точку зрения. Поэтому, чтобы дать надлежащую оценку заявлениям Джаузи, которые сейчас еще больше и больше кревешек не могут. Я думал, он осознает свою ошибку после вчерашнего, что он наговорил. Но он упирается в этом своем заблужении, он пытается это затянуть. Я говорю, давайте сделаем косу. Мы сейчас идем к рассмотрению вопроса конкретно по Тасальсулю. А вот эти все его перечисленные им ученые, их труды, они нуждаются в отдельном исследовании. Ни Джаузи и ни его подобных сегодня указывают, кто у кого и как учиться. Я говорю, я знаю, сколько времени это займет. Мы сейчас не занимаемся исследованием базы и позиций Артабовы, Артай-Луанны или Ас-Саадов и других. Мы занимаемся. Я бросил вызов. Я бросил вызов. Я не бросил церемонстрирование. Я тебя... Что? А Джаузи, твой комментарий, что ты хочешь сказать? Теперь комментарий на этот... Он сказал, что ученый... Он сказал только что, в Аллахе, я не думаю, что он открыл эти книги. Он сказал, что вот эти ученые, которых я назвал, они это как мнение Джахмита перевели. Внимание! Кашфу-ль-Баян, имама Аф-Фа'лаби, в Тафсире, илля ма ша араба, говорит... Ихталфа л-улемау фи хавейни л-истифна эйн. Ученые... Какие ученые? Ислама. Разногласят относительно этого исключения. Он привел первое мнение, которое говорит Абдул-Халим. И второе мнение, он называет то, что я сказал. И говорит, что на этом Ибн Масуд... Это что, Джахмит? Ибн Аббас. Что? Джахмит Абу Миджелас. Что? Джахмит Аш-Ша'аби. Что? Джахмит Аль-Маварди говорит. Там шесть мнений. И шестой мнение, он говорит, мнение Ибн Аббаса. Мнение Ибн Аббаса. Что? Джахмит Аббарь и слово не сказал, что это шаза. Как это сейчас нам предоставил этот человек. Шаза говорит. Говорит Аль-Табари, что другие же ученые сказали и привел их мнение. И кого привел? Знаете? Ибн Аббаса, Ибн Масуда, Ибн Хумейеда, Аш-Ша'аби и других улема. И он не сказал Шаза или Джахмиты или что-то еще. Ибн Кафир привел. Ибн Аббаса, Абу Аббаса, Абу Амара, Джабира, Абу Са'идов. И также Аббаса, 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 Ибн Зайда. И также Ибн Рауэйи. Но сам предпочел другое мнение. Это другой разговор. Факт, что эти ученые привели хиляф. Я не сказал, что они на это мнение. Это ложь его на меня. Я сказал, что они упоминают вот это мнение. Да, оно не выдерживает критики. Но это другая тема. Я говорю, что это мнение было среди Салфу Салих. То есть они говорят, что есть хиляф. А Аль-Алюси и вовсе сказал, что есть хиляф также среди Салф и Халф. А Ас-Сафарейни соглашается с Ибн Таймией, что Мас'Аля хиляфия. Мас'Аль выбирает другое мнение. Мы тоже на это мнение. Суть. Все ученые сказали, да. Хиляф есть. Даже Ас-Суюты привел все эти ревояты и умолчал. И не сказал Шада, он сказал хиляф. Вот на это он отвечает. Все хорошо. Заканчиваем этот вопрос. Мы сейчас по пятому кругу просто опять вот то же самое будет. Абул Халим говорит то же самое. Ты будешь говорить. И смысла я не вижу, куда мы идем. Может переходим к вопросу? Я вообще хочу напомнить джаузы. По-моему, джаузы и те, кто сейчас пишут всякие здесь комментарии, они, по-моему, забыли. Забыли вообще суть. Еще раз обращаюсь к ним, чтобы они еще раз переслушали мой вызов на дискут. Что я говорил? Я говорил. Первый вопрос. Мас'Аля фана инна. Мас'Аля туфана инна. Ибн Таймия. Говорил о том, что Ас-Сафарей будет считать? Или не говорил? Мы не рассматривали суть вопроса. Мы вообще не касались, кто что до этого говорил. Мы говорим, да или нет. Мы касаемся позиций Ибн Таймии. Он сейчас, понимая, в какое положение он и его коллеги попадают в это. То есть, понимая, что Ибн Таймия этих позиций, придерживалась этой позиции, теперь они хотят перенести другую осказь, как в присущей манере. И сказать, вот такие-то, такие-то тоже говорили. Вопрос не в том, кто что говорил. Вопрос. Ибн Таймия говорил так или не говорил? Он придерживался этого мнения или нет? Вот в чем, Расул, вот в чем были мои поставленные мною вопросы. А не в том, что он сейчас перечисляет. Эти вопросы вообще у нас в ходе диспута вообще не должны рассматриваться. Они вообще не должны подниматься. Это не суть закронутой проблемы. Они куфары, правильно, получается? И ты же этот вопрос спросил для чего? Для того, чтобы как бы указать на то, что Ибн Таймия ошибся. Тебе же не просто интересно его мнение, да, что говорил или не говорил. То есть, цель твоего вопроса. Поэтому он защищает это мнение о Ибн Таймии. Это понятна его позиция. То, что... Потому что если просто согласиться, что он сказал, и не сделать шаг, почему он это сказал, тогда здесь как бы люди со стороны могут неправильно понять это. Я так это вижу. Объясню, объясню, почему я сказал. Вот, дайте, раз вопрос важный. Я сейчас скажу. Прежде чем назвать имя Джаузи среди тех, кого я вызывал на дискут, я посмотрел его видео, там 4-х, там или чуть более 4-х минутное видео, где этот человек, стоя возле, скажем, книжной полки, на вопрос, утверждал ли Ибн Таймии, о том, что адский огонь исчезнет, показывает, берет какой-то том, из-за того, и категорично заявлял о том, что Ибн Таймия этого не говорил. То есть, до того, как я вообще выступил с обращением, было такое видео, оно есть в сети, и он это знает. После этого я сказал, приходите, я вам докажу, что Ибн Таймия говорил. Сегодня он пришел, он уже сомневается, он вчера сказал, не знаю, возможно, я не утверждаю. Но суть в чем? Суть в том, что когда им доказывают, что Ибн Таймия это говорил, а они утверждали категорично обратное, сегодня они хотят эту, скажем, перенести, вот, как бы уже признанный ли факт на других ученых. Речь не на других ученых. Я не ставил вопрос о других ученых. Причем тут одна говорит другая. Я говорю об Ибн Таймии. Джаузи, ты до того, как вообще принял мой вызов, до того, как ты увидел мое обращение, ты говорил о том, что Ибн Таймия не говорил и не считал, что адский агуратический. Есть видео? Есть. Ты после того, как принял, сейчас ты изменил мнение, и ты сейчас хочешь перенести эту, скажем, ответственность за ошибки или там заблуждения и на других, что ли? Причем тут это? Мы же не этот вопрос рассматриваем. Абдул-Халим, подожди, пусть Джаузи скажет, да. Джаузи говорит. Визово Мас'Аля было мною изучено. Было мною изучено локтовские работы на этот счет. И я сказал, что подчерк похож на Ибн Таймию, но я не утверждаю. Вот она разница, Абдул-Халим, твоего понимания и моих слов. Я говорю, что я не утверждаю, но я допускаю, что даже если это Нусха Ибн Таймия, она не полная, противоречивая. Я это еще вчера сказал. Я не знаю, ты это пропустил. Вчера я сказал противоречивая. И потом я добавил, что даже если бы он такое сказал, то есть я говорю через допущение, через даже если бы он такое сказал, ничего страшного нету в этом. А ты доказываешь, что нет, это страшное дело. Я тебе привел имамов, и тут ты говоришь, я пришел говорить о Ибн Таймии. А я тебе спрашиваю, есть ли Ибн Таймия, даже если бы сказал бы, он из-за этого стал заблудшим? Если да, то все те имамы, которые тоже признавали хиляб заблудшие, дам мне ответ, да или нет. Дурхалим, вот в общем, что может быть это действительно? Я решаю вопрос. Да, а Дим, скажи, что это тему надо принести? Мы не занимаемся исследованием взглядов и депозиций, кого бы то ни было других. Ибн Таймия говорит о том, что Азия будет исчезна. И это является заблуждением. Это раз. Все остальное, если хочешь поднять вопросы касательно других личностей, поднимай и мы это обсудим. Не надо сюда тягивать. Не надо, не надо. Не надо. Ты говоришь, что был здесь. Джаузи, что это не заблуждение? Он утягивает, рассудит, вот ответа. Абдул-Халим. Да, я не убегаю ни от чего. Я говорю, мы вообще сейчас не рассматриваем суть вопроса. Мы рассматриваем вопрос ввеждения. Говорил он так или нет? Все. Я сказал, я вам докажу, что он говорил. Ты сказал, что я принимаю, вы должны доказать обратное. Если ты не отрицаешь этот факт, все, у нас нет разногласия. Значит, и ты, и я считаем, что он на этих позициях был. А какова оценка этой? Вот этих, скажем, убеждений. Это другой вопрос. И касаемо других ученых мы отдельно разберем. Не надо сейчас перекладывать вину одного на всех остальных, при этом делая громогласные заявления. Хорошо. Это же, это сопутствующий вопрос, это важный, это уточняющий вопрос. Является ли оппозициями ввеждением или нет? Просто вот вопрос такой. Джаузи задает тебе. Давайте сейчас отвечу я коротко, чтобы понятно было. Вот все, коротко скажи да или нет, я тебе дам ответить. Вот все те, кого ты перечислил, Джаузи, Ат-Табари, Аль-Тайровани, Ас-Саадаби, и все, 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 кого ты перечислил, еще многие отгазали, они считали, что адский огонь исчезнет или не исчезнет. Они на каких убеждениях были? Вопрос. Разве я сказал, что они на этом убеждении? Или я сказал, что они говорят, что хиляф есть? Послушай, Аль-Тайровани не говорят хиляф есть, Аль-Тайровани говорят, что адский огонь исчезнет. Это задумывание. Смотри, если бы хоть один из тех, кого ты перечислил, придерживался бы этих порочных воззрений, или если придерживаются, для меня нету разницы, и внутрь мне это сказал, или какой-то хуля сказал, или кто-то другой сказал, это воззрения являются порочными, то есть это явное заблуждение, кто бы это сказал. Но те, кого ты сейчас упомянул, и ты это прекрасно знаешь, они не придерживались этих порочных воззрений, и ты это знаешь. И ты вчера сказал, что они не мои слова были, это твои слова были. Разве я сказал, что они на этом убеждении? Я такое сказал разница? А в чем тогда, подожди, а в чем тогда проблема? Какая проблема? Расул, он даже не понимает мас'аля в корне. Я же сказал русским языком. Он уверяет, что Ибн Тайме говорил, что в этом вопросе халяв, точно так же, как эти ученые, так же сказали, что в этом вопросе есть халяв. Нет, нет, это Джаузи сказал, а не они сказали. Это Джаузи сказал, это слова Джаузи. Покажите, где эти ученые. Сказали халяву Му'утаба. Вчера Джаузи заявил о том, что кто-то, еще раз повторю, перечисление мнения Мульхедов, в качестве каких-то еритиков, это еще не означает, что они разделяют... Если бы они разделяли эти взгляды, если бы они видели в этом халяву Му'утаба, они бы не говорили, что категорично, что в оппозиции Ахлуссуна Варджама'а заключается в том, что адский огонь не исчезнет, а будет вечер. Все. Я не говорю, что русский огонь исчезнет. Джаузи, я тебе предлагаю просто сделать самому отдельно лекцию, если ты хочешь доказать, просто отдельную лекцию на своем канале сделай. Вот то, о чем ты говоришь, то, что эти ученые считали, что это халяв Му'утабар, халяв Саих, и то, что они разделяли позицию Балтайми о том, что в этом вопросе есть халяв. Просто сделай отдельную лекцию, и все, и будет ясно. Со скрин и так далее, со ссылками. А можно я вот сейчас сюда скину в чат скрин, чтобы он нам сейчас всем зачитал? Не надо это изучать. Сейчас Абдул-Халим скажет, я не знаю, откуда ты взял, кто это проверять надо. На это же время нужно. Вообще, подожди, Асу, у меня такой, очень-очень еще вопрос. Почему мы сейчас разговариваем, как будто я сейчас разговариваю со стеной, или я не знаю. Почему я не вижу? Почему Джавзи нарушает условия регламента, почему я не вижу этого человека? Почему я не вижу вот на экране? Вот он хочет, чтобы скрин не показать, он будет все свое покажет сначала. Ты не только меня не видишь, ты книги тоже не видишь, ты ссылки не видишь, ты наших ученых тоже не видишь, так что успокойся. Я тебе говорю, открой Тавсир, Сурагуд, Аят 100 и ниже. Я же тебе даю ссылку. Мы сейчас полчаса, уже идет больше полчаса, прошло практически регламент уходит. Но вот эти инсинуации, Джавзи, Джавзи, прекращай заниматься ерундой. Я говорю, прекращай заниматься ерундой. Давай по регламенту. Я заставлю. Переходим. Я заставлю. Я заставлю. Это... Это... Первый. Абдул-Халим, переходим к следующему вопросу. Абдул-Халим, твой вопрос. Твой вопрос. В общем, фактически сейчас у нас рассматривание второго вопроса — это вопрос тасальсуля. Что такое тасальсуля? Тасальсуля — это та идея, которая была перенята в мухамии определенных еретических групп касаемо этой бесконечной цепи творений. То есть, касаемо этого три позиции, выраженные следующим образом. То есть, он пишет, что он не перейдет на другую тему. В таком случае есть смысл, если он не будет отвечать по существу. Получится так, что мы сейчас опять потеряем уление. Друзья, надо эту тему закрыть. У нас по регламенту. Регламент — 40 минут. Мы и так из него вышли. Мы топчемся на меню. Это отдельно. Этот вопрос мы продолжим отдельно после основных тем. Асул, как это отдельно? Это и есть тема дискуссии? Все, мы переходим к следующей теме. Час нам дается. Укладывайтесь, пожалуйста, в час, чтобы потом не говорили, что нам еще два дня нужно, чтобы завершить эту тему. Давайте так сделаем по регламенту. Если что-то не успели, мы переносим на позже. Просто тогда диспута никакого не будет. Это просто будет сейчас бардак, если мы будем выходить из тех правил, на которых мы все согласились. Джаузи, я предлагаю закрыть эту тему и переходим к следующей. Просто не будет швиш. Рассул, либо он пускай отвечает на мои доводы, либо я ухожу отсюда. Джаузи, условия не ты здесь ставишь. Еще раз повторяю. Условия не ты. Ты можешь уйти куда угодно. Никакие. Еще раз повторяю. Мы переходим либо к теме-то сад сюда и разбираем вопрос. Либо ты можешь уйти куда угодно. Вопрос здесь не встает. Уйдешь ты или нет. Условия здесь не диктуешь. Делефон не ты возвращаешь уйти. Уже 35 аминута идет. Секунду. Ты же кинул вызов. Перекинул вызов. Я же принял вызов. Я вызов принял. Наши регламенты кто ставит? Я ставлю. Потому что я страна принимающая. И в регламент входил. Первая тема это разобрать вопрос Ибну Таймии. Верил. То есть не только даже сколько верил, а саму Мас-Алю. Потому что вы же его обвиняете в этой Мас-Але. Так вот тему мы не завершили. Ты хочешь тему не завершить? Тебя загнали. Теперь ты хочешь аккуратно уйти. Говоря. Это не вход в регламент. Это еще как входило в регламент. Регламент означает закончить тему. Если ты не хочешь говорить на эту тему, я ухожу отсюда. Смотри. Прежде чем ты уйдешь, я уже понял, что ты сейчас убегаешь от диспута. Я это уже понял с самого начала. Поэтому смотри. Я напомню тебе твои же слова. Если ты хочешь, я выложу еще раз запись твоих слов. Ты сказал. Регламент. Мы не будем говорить много. Один день, один вопрос. Диспута. Не более 40 минут. Ты сказал твои слова. И ты их нарушил. Ты уже не однако их нарушил. И сейчас говоришь, я уйду. Ты можешь уйти. Проблем нету. Либо мы переходим к другому вопросу. Они исследователи занимаются от кого? Вот этого списка, который ты накинул. Либо я... Смотри. Правильно. Я говорил 40 минут. Не будет так, как ты хочешь. Я еще раз повторяю. Не будет. Если ты так, как я хочу, тогда салам алейкум. Если ты не принимаешь мои регламенты, если ты не принимаешь мои условия, тогда салам алейкум. Я хотел салам алейкум. 40 минут. Через 4... Вчера полторы часа, не 40 минут. Ты еще вчера его нарушил. Я пойду. Пять минуты сегодня. Через 7 минут выходит время у нас по идее. Хорошо. Да, я закончил. Закройте. Я закончу и пойду. Давай. Мы будем обсуждать темы по порядку. Я это говорил. 40 минут. Я тоже сказал. Но если я знал бы, что он так любит много говорить. Я бы сказал два часа. Я же не знал, что он... Сюда виляет. Сюда виляет. Я сказал, мы будем обсуждать эти темы. Но я не сказал, что мы чуть-чуть затронем, не закончим, а потом перескочим. Это метод Абдул-Халима. Валлахи, он знает, что он попал. И он это понимает прекрасно. Сейчас вызову на Мубахала. Смотри. Валлахи. Я прямо... Я всем заявляю. Я тебя вызову на Мубахала за твою ложь, что ты сказал 40 минут и говоришь. Я так не говорил. Кто из нас... Смотри. Кто еще из нас больше говорил вчера и говорил сегодня, это еще можно посчитать и посмотреть. По крайней мере, я не говорил ни одной минуты больше, чем ты. Ты сказал один вопрос, один день 40 минут, не больше. Я даже уверенусь, почему хотя бы не час. Ты сейчас хочешь затянуть, смотрите, хочешь затянуть этот диск на месяцы. У нас нет времени, чтобы я на тебя тратил еще месяц. Понимаешь, в чем дело? Мы обсуждаем один день один вопрос. И точка. Не хочешь? Это твои проблемы. Ты озвучил регламент, ты отвечаешь за свои слова. Если ты за слова не отвечаешь, как бы ты не предъявляешься той позиции, озвученной какой-то, это уже не мои проблемы, это твои проблемы. Ты сюда пришел просто болтать, а не доказывать. Абдул-Халим, в чем проблема пойти на уступки и продолжить эту тему? Мы же общаемся, мы же обсуждаем. Какая разница, не тотальсюм, а вот эту тему обсудим. Расул, это ты говоришь у меня уступки или ему? Я не понимаю. Абдул-Халиму. Абдул-Халиму я вопрос задаю. Сегодня, Расул, в регламенте был озвучен на один вопрос сорок минут. Мы вчера полтора часа говорили, более чем два раза. И вчера... Вопрос закрыли, мы переходим к следующему вопросу. Человеку записывал, продолжил. Почему ты не хочешь пойти на уступки? Я начинаю озвучивать тему на сайт суд. Абдул-Халим, почему ты не хочешь пойти на уступки? Ну, человек просит. Ты же видишь, у нас ситуация застопорилась. Давай, в первый раз человек просит. Сегодня мы завершим эту тему, а завтра будем тассальсовать. Объясняю, объясняю. Сейчас объясню, почему. Первое, почему. Первое, потому что то, что говорит Джаузи, это не входило в рекламент вообще. Я не упоминал... Я не говорю, смотри, когда я бросал вызов, я не упоминал. Я бы сказал, есть в этом вопросе хиляф, нет в этом вопросе хиляфа. Будем доказывать, мы не об этом говорили. Я сказал, я докажу, что Ильютийминя придерживался этих воззрений. Если кто-то считает иначе, придите и докажите обратно. Все. Пришел Джаузи, до него приходил другой. Вопрос доказываем и все. Мы сейчас занимаемся исследованием воззрений и позиций других ученых. Второе. Все, что он перечислил, это не на один день и даже не на одну неделю. Эти вопросы, это отдельного формата. Мы сейчас просто превратим весь диспут, весь наш научный спорт в какой-то фарс. Потому что еще всем вопросам и по каждому вопросам мы говорим вот так. Тема закрыта. Все, я ухожу. Понятно. Он не отвечает, я ухожу. Нет никакого чести и уважения с ним сидеть. Он не отвечает за то, что он не отвечает за то, что он не отвечает за то. Все. Пока он эту масалю не изучит, пока он эту масалю не уточнит, не сделает работу, я с ним говорить ни о чем не буду. Потому что он не понимает эту масалю. Вот пойди, изучи, почитай. Потом, когда закончишь, дай знать, мы продолжим. Хорошо? Все, на этом закончим. Все, иди. Иди, иди, Джаузи. Я знал, что ты убежишь. Больше ничего. Нечего сказать. Так, Адухари, можно же было… Ты же видел позицию Джаузи. Почему нельзя пойти на уступки? Ну, обсудили бы сейчас сегодня этот вопрос до конца. Вот. Ладно. Я отвечу на тебя. Вот чисто говорил я об этом вроде еще раз, и еще раз приходится повторять. Я понял. Посол, ты видел, наверное, мое первое обращение. Я поставил кто на вскидку. Хотя там и другие вопросы были. Допустим, позиции Гибрю Таймия относительно Корана. Понимаешь? Я озвучил то, что на тот момент, сидя, это было все. Всем вопросам сказал. Вот эти вопросы. К примеру, да? Вопрос об исчезновении адского огня. Я сказал о том, что я докажу искренню Гибрю Таймия, что Гибрю Таймия придерживался позиции о том, что адский огонь исчезнет. Эти люди, эти люди на всех просторах интернета кричали, что Гибрю Таймия такое не говорю. Этот человек, когда, смотри на нас, когда я увидел его, скажем… Абдул-Халем, ты ничего не доказал. Зачем ты философствуешь? Зачем ты философствуешь? Послушай, кто это сейчас? Не влезай в разговор. Ты вообще не участник процесса диспута. Кто сейчас здесь разговор? Потому что ты философствуешь. Послушай меня. Послушай, ты кто вообще? Ты лучше расскажи про своего устаза. Абдул-Аль-Филисейни про него. Расскажи лучше. Ты кто? Вопрос возникает. Ты кто? Представься. Представься. Я Абу-Мухаммад. Я Абу-Мухаммад. А, Абу-Мухаммад. Послушай, Абу-Мухаммад. Иди и занимайся своими делами. Ты вызов не принимал. Твой Джаузи с диспута убежал. Понимаешь, в чем дело? Доказывать ни тебе, ни ему я ничего не должен. Вы должны доказать обратное. Послушай меня. Ты просто вкушал. Послушай меня. В direction. Мы о мини-вопросе должны рассказать только один день. Это... Джаузи нарушил свою жилихамик. Джаузи до того как бросил вызов всем кричал и доказывал, что Сейчас, когда он понял, что он встал, он решил перенести вот эти свои порочные его убеждения, перенести на кого-то другого. Мы не рассматриваемся, еще раз повторяю, мы не рассматриваемся. Вот эта, вот эта, вот эта, твоя ашуритская греческая философия ты занимаешься в другом месте. Ясно тебе? Ты миллион раз менял свои мнения, правильно? Оставить нас дворы, сул, это человек. Ты на твой стадий и посмотри, какой это брат. Расу, дай сброс и пошли, Расу, здесь делать нечего. Дай сброс и конец, отбой. Дайте ему учиться. Там так, когда мы привыкли послушать, я увидел. Послушайте, я увидел. Ты учреди, и ты хамелеон. Запомни. Они, как раз, иметь голос. Привет.